Мы приветствуем всех присутствующих в Центре компьютерного обучения специалист ПримГТУ имени Бауна. Сегодня у нас вебинар, посвященный теме перевод и перемещение в чем разница. И с вами я, Светлышева Ольга Юрьевна. Наш учебный центр специалист ПримГТУ имени Бауна в прошлом году отметил 25 лет. И у нас очень много выпускников, корпоративных клиентов, учебных классов. Обратите внимание, более 250 преподавателей-экспертов. И один из этих преподавателей я чем очень горжусь. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Это мои регалии. Я являюсь членом национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Кандидат юридических наук. Начинала свою деятельность с профессиональностью преподавания в высшем учебном заведении. Затем наступил кризис жанра. И я окончила годичные курсы при МГУ по подготовке менеджеров по персоналу, HR, химонерисов, человеческие ресурсы. Перешла в другую сферу и начала заниматься сначала по нормам персонала, затем перешла уже и в кадры в делопроизводство. Выросла до директора по персоналу. В качестве директора по персоналу пришла в Центр компьютерного обучения специалист в МГТУ имени Бабова. И затем опять вспомнила свою первую профессию и вернулась к преподаванию. На сегодняшний день я преподаю в нашем центре курсы по управлению персоналом и кадровые курсы. Я консультирую, публикуюсь. И когда приглашают на какие-то площадки, с удовольствием выступаю. Мои контакты. Адрес моей корпоративной почты выделен красным у нас на экране. Это осветлыша.собакоспециалист.ру На сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть своя страничка. У меня она тоже есть. Приходите, смотрите, для вас пишут советы, рекомендации и так далее. И в социальных сетях. Вы меня тоже там можете найти. Мы не общаться всегда очень рада общению с нашими выпускниками. Перед вами схема прохождения курсов по кадровому менеджменту, которую вы можете найти и на нашем сайте. Обратите внимание, что все наши курсы одобрены Национальным союзом кадровиков и Ассоциацией консультантов по подбору персонала. Кроме того, нашими партнерами являются компании из ТАЛФ, 1С и другие компании. Тот вебинар, который мы сейчас слушаем, та тема, которую будем обсуждать, она рассматривается в кадровых курсах, потому что верхняя часть посвящена кадровым курсам. Первый, второй уровень, третий, четвертый уровень. Разница заключается в том, что на первом уровне мы обсуждаем какие-то элементарные вопросы. Это базовый курс по всем направлениям деятельности, кадровой службы. На втором уровне акцент делается на организации кадрового дела производства. Как правильно хранить документы, как передавать в архив, как их вшивать, многостраничные документы. Что делать, если в книге учета движения трудовых книжек нет сургученной печати, а стоит пломба и какая пломба. Ну и какие-то еще интересные вопросы мы здесь обсуждаем. Третий уровень посвящен внутреннему аудиту кадровых документов. Здесь мы учимся проверять свою работу и работу наших коллег. И четвертый уровень – это подготовка и проведение государственной инспекции труда. Таким образом, полностью подготовившись, мы готовы встречать проверяющих и с гордостью пройти эту проверку. У нас еще один новый курс разработан. Кому интересно, приходите на этот курс. Он также называется «Кадровая работа в современной организации уровень 5». Это практика по кадровому делу производства и по трудовым отношениям. То есть, если вам не хватает практики, предположим, вы прошли курсы и хотите начать работать, но как-то еще не очень решаетесь, вы можете прийти на практику и порешать кейсы, научиться рассчитывать стаж, страховой, трудовой стаж, научиться рассчитывать количество дней отпуска, за которые положены компенсации, за которые требуется удержание, привольнение, ну и так далее. Вот такие практические вопросы мы рассмотрели на этом курсе. Он небольшой, всего 16 академических часов, только практика. И нижняя часть посвящена менеджменту, управлению. Менеджер по персоналу уровень 1 – это базовый курс, такой же, как уровень 1 – «Кадровая работа в современной организации». То есть, это две стороны одной медали. Ну и другие курсы, которые очень полезны будут менеджерам по персоналу, HR-директорам. И, как всегда, мы всем рекомендуем курсы, которые направлены на личностный рост. Это развитие эмоционального интеллекта, переговоры, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент и еще много всего интересного. Приходите, всегда рады видеть в вашем центре. По окончанию курсов мы выдаем один из двух документов. Либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Разница заключается в том, что удостоверение мы выдаем тем, у кого уже есть базовое образование по направлению, а диплом о профессиональной переподготовке – тем, у кого базового образования нет, но он хочет сменить сферу деятельности. Итак, переходим к нашему. Вебинару. Давайте договоримся следующим образом. Я сейчас изложу информацию. Вебинар рассчитан на 45 минут. Я вам изложу информацию примерно в рамках полчаса, 30 минут. И затем у нас останется время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. А вебинаристов я попрошу писать вопросы в чате. Я обязательно на них отвечу. Ну, а очень слушатели могут задавать курс. Итак, о чем вы думаете? У нас заявлены следующие вопросы. Вначале мы выясним, что такое перевод работника на другую работу. Это очень важный момент, потому что если мы не поймем, что такое перевод, нам сложно будет сравнить его с перемещением. Также необходимо понять, какие виды перевода по сроку и по месту работы могут быть. Как оформляется сама процедура перевода работника на другую работу? Ну, и когда мы все это узнаем, можно уже переходить к сравнению. Четвертый вопрос. Чем отличается перевод от перемещения? И как оформлены процедуры перемещения работника? Потому что в данном законодательстве очень мало об этом написано. Я дам определенные рекомендации. Рекомендации из практики, как лучше поступить, чтобы работодатель не нес определенных рисков. И затем ответим на вопросы. Вопрос первый. Что такое перевод работника на другую работу? Ну, давайте рассмотрим на примере. У нас есть два отдела. Отдел секретариат и отдел делопроизводства. И в том и в другом отделе есть и секретари, и делопроизводители. Пока кейс, да? Улавливаем мысль. Вопрос. Будет ли являться переводом, если мы предлагаем секретарю из секретариата выполнять функции делопроизводителя в отделе делопроизводства? Да? Ну, наши очевидные слушатели считают, что да. От вебинариста в жду опять. Второй кейс. Если мы предлагаем секретарю из отдела секретариата выполнять функции делопроизводителя в этом же отделе, будет ли это являться переводом? Задумались. Да. Марина тоже пишет. Да. Третий вопрос. Третья ситуация. Если мы предлагаем секретарю из отдела секретариата выполнять функции секретариат же, но не в своем отделе, а в отделе делопроизводства. Те же самые трудовые функции, только в другом отделе. Реально, это долбало. Ну иди сюда, смотри. Ты тоже что-то пишет. Ну, вот видите, у нас три ответа. Нет, не знаю. В случае правильный ответ. Не знаю, да? Ты же все надоело. Ты тоже жопу не можешь, ты же подъясни. Да, ко мне надо. Милю тебе. Спасибо. Пусть все эти случаи являются переводом. Я правильно поняла? Гелена пишет. Да, если место работы прописано в трудовом договоре. Ну, давайте. Могу так минуту выключу. Если вы еще сошлетесь на какую-нибудь статью трудового кодекса, это будет идеально. Смотри, да. Эмель пишет. Первый, второй случай. Перевод меняется функцией. Спасибо. Итак, для того, чтобы быть убедительными, не только между собой, но и перед руководством, нам надо сослаться на какую-то документу. И этот документ, конечно же, 72 статья СНДЦМА1, Трудового кодекса Российской Федерации. В статье 72 сказано, что перевод – это постоянное или временное изменение трудовой функции и или структурного подразделения. Таким образом, будет ли являться переводом первый, второй и третий случаев? Переводом будет являться. Да, потому что изменяется либо трудовая функция, либо структурное подразделение. Абсолютно верно. Молодцы. Далее. Какая особенность перевода? Перевод опускается только с письменного согласия работника. В этой же статье. Перевод работника можно осуществить и без согласия на срок до одного месяца, но в случае обусловлено перечислено в статье 72 с индексом 2. С вашего позволения, я сейчас открою трудовый кодекс, и просто вам зачитаю эти случаи. 72 с индексом 2. Итак, в случае, это часть вторая, в случае катастрофы природного или техногенного характера, в производственной аварии, в частном случае в производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизодии, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальное жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленный трудовым договором работу того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Только в этих чрезвычайных случаях можно переводить, во всех остальных случаях только с письменного согласия работника. При этом перевод на работу, требующий более нескольких операций, всегда только с письменного согласия работника. Та же самая, в 72 сентябре. Итак, что такое перевод мы поняли. Переходим ко второму вопросу. Какие бывают виды перевода по сроку и месту работы? По сроку. Это может быть время перевода. И если работник переведен на работу, который предполагает наличие работника, за которым сохраняется место работы, то временное отсутствие чего работника, то временный перевод заканчивается с выходом этого работника. И вот на постоянной основе. Может быть по инициативе одной из сторон. Либо работник, либо работодатель может предложить. В случае перевода – это другую постоянную работу, когда перевод не может быть временным, только постоянным. Допустим, мы сокращаем численность или штат работ в компании жилы цели. Понятно, что если предлагаем перевод, то этот перевод будет постоянным, потому что его должность ограничена, или штат не единица. И мы уволили работника, он восстанавливается через суд. И в этом случае вы должны его, естественно, восстановить на место работы. А если на его месте работает другой работник, который мы уже хотели принять, то в этом случае мы предлагаем новому работнику перевод на другую работу. Если этого перевода нет, то увольняем его. С любитой компенсацией, нежной компенсацией. При этом, если он соглашается на перевод, если перевод будет осуществлен, то он будет постоянным. Нежной компенсацией. Если мы проводим аттестацию работников, которые не соответствуют занимаемой должности или занимаемой работе, выполняемой работе, то в этом случае также перед увольнением мы должны предложить перевод. Если он соглашается, то он только постоянный. Еще один случай, когда происходит нарушение правил заключения трудового договора. При этом обратите внимание, вот ссылка на пункт 11 части 1 статьи 77, это увольнение. Если это нарушение исключает возможность продолжения работы в определенных, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, случаях. Что это за случай? С вашего понимания, я сейчас открою 84 статью и процитирую, какие случаи могут быть. Итак, трудовой договор прекращается, если нарушение установленного в определенном кодексе, если нарушение правил заключается возможность продолжения работы в следующем случае. Читаем. Первое. Заключение трудового договора на нарушении приговора суда о лишении правильного лица правильного лица или заниматься определенной деятельностью, например, в педагогической работе. Заключение трудового договора на выполнение работы противопоказано данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Пришел работник, мы его оформили на работу, он не сказал, что он инвалид, или некоторое время выясняется, что инвалид и не имеет права выполнять работу. То же самое. Отсутствие соответствующего документа об образовании или о квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или инвалидом на патильном правовом акте. В случае, если работник согласится на перевод на другую работу, вот в этом случае, значит, этот перевод будет постоянный. Ну, дальше перечисляет еще кое-какие случаи, вы уже самостоятельно можете посмотреть, а мы идем дальше. Еще один случай, когда перевод только постоянный, если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях. Значит, если работодатель в одностороннем порядке по организационным, технологическим или иным уважительным причинам изменяет условия трудового договора в одностороннем порядке, кроме трудовой функции, то в этом случае работник может отказаться. Ну, допустим, меняется место работы, или меняется график работы, или оплата труда, либо что-то еще, работник имеет право отказаться. При этом перед увольнением мы тоже должны предложить другую работу. Если он соглашается, то это будет постоянный период. В каком случае перевод только временный может быть? Первый случай. По соглашению сторон на срок до одного года. Ну, например, у нас в одном из отделов магазина, секции – это разное структурное подразделение, например, перед праздником очень много людей, потому что это отдел подарков. А в другом отделе, наоборот, очень мало покупателей, и поэтому, чтобы сбалансировать нагрузку на работников, мы можем перевести, естественно, согласие работника из одного структурного подразделения, секции подарков, в другое структурное подразделение, там, какая-то другая секция, до того года. Это будет временный период. Для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, для предотвращения или устранения последствий чрезвычайных обстоятельств, мы с вами читали эту статью. И еще, если приходит к вам беременная женщина, или женщина с детьми до полутора лет, приносит заявление с просьбой о переводе на более легкую работу, и приносит документ, подтверждающий, что ей требуется легкая работа, в этом случае, согласно 254 статье, мы должны перевести ее на другую работу. Это будет временный период. А, Лада, надо работать на время? Да. В случае забастовки, все бастуют, один хочет работать. В этом случае мы тоже должны обеспечить его работой, и можно временно перевести его на другое место работы до окончания забастовки. И, наконец, по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским исключением. Здесь история следующая. Работник заболел, ну, допустим, травма, травма ноги. И он не может работать. Ему выдается листок внутридцепособности, он не ходит на работу, не выполняет трудовые функции, находится дома, ему оплачивают листок внутридцепособности. Затем перелом, кости срослась, и он может передвигаться, он может доходить до своего рабочего места, но выполнять работу не может. Допустим, он приходит долго стоять на работе за станком, или водить автомобиль, он не может водить автомобиль. В этом случае ему выдается медицинское заключение, вот как раз именно о нем будем говорить, медицинское заключение о том, что ему требуется работа, допустим, не связанная с движением транспорта. И в этом случае мы тоже обязаны по его письменному заявлению перевести на другое место работы. Какие есть особенности временного перевода на другую работу? Перевод на работу, требующий более низкой квалификации, всегда только с письменного согласия работника. И если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он и не потребовал ее предоставления, продолжает работать, то условия соглашения о временном характере перевода утрачивают силы и перевод считается постоянным. В этом случае у нас будет два приказа. Первый приказ о временем переводе на другую работу, второй приказ в свободной форме, производной форме, о том, что условия соглашения о временном характере перевода Утрачивать силу и перевод считается постоянным. Некоторые наши коллеги совершают следующую ошибку. Они делают два приказа о переводе. Сначала временный перевод, а потом приказ о постоянном переводе. Получается, что на одно и то же место они дважды переводят. Это ошибка. И когда перевод стал постоянным, работодатель не вправит без согласия работника. Вернуть его на прежнюю работу. Виды перевода по изменению в постоянное место работы. Перевод в другую местность у другого работодателя. Другой местностью считается местность за пределами административно-территориальных границ какого-то населенного пункта. Москва моря большая, вплоть до Троицка, от Химон до Троицка. Поэтому это все один населенный пункт считается. А вот Московская область это уже другая местность. Перевод на другую работу должен быть у того же работодателя. И еще один вид перевода, который собственно переводами является. Перевод к другому работодателю. Он происходит через прекращение трудового договора. Мы полностью завершаем отношения в одной организации и официально принимаем его в другую организацию. Это пункт 5, часть 1, статья 77 Трудового кодекса. В порядке перевода к другому работодателю. Виды перевода обсудили. Теперь переходим к третьему вопросу. Как правильно оформить процедуру перевода работника? Сначала постоянно. Инициатива может исходить от работника или от работодателя. Если от работника, то он пишет заявление. Если от работодателя, то он может устно и письменно сделать предложение работнику. Если согласие достигнуто, затем мы анализируем недостающие документы. Знакомим работника под роспись с локальными нормативными актами, с теми, с которыми он еще не ознакомен. Второй раз знакомить, например, с правилами внутреннего торгового порядка я не вижу смысла. Самое главное, обратите внимание, когда вы будете знакомить работника с новым местом и с документами, не забудьте карту рабочего места. То есть специальная оценка условий труда. Даже если условия труда такие же, допустимые, что было на прежнем месте работы, что на новом, все равно это нужно оговорить. Он должен поставить себе подпись. В трудовом договоре мы пишем какие-то условия труда и так далее. Это очень важно. Заключаем соглашение к трудовому договору в письменной форме, в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. И на нашем экземпляре работник должен написать, что он получил свой экземпляр соглашения. Затем отдаются приказы, переводим в другую работу. Есть унифицированная форма Т5 и Т5А. В чем разница? Абсолютно верно. Т5 это индивидуальный приказ, Т5А это коллективный приказ. И знакомим работников под подпись. Вносим запись о переводе в трудовую книжку работника не позднее недельного срока. Это постоянный перевод. Сейчас мы говорим о постоянном переводе. И вносим запись о переводе в личную карточку Т2А. И вставим в чатур рабочий времени. Ну вот, собственно, и все. Вот эта процедура постоянного перевода. Если мы говорим о временном переводе, на примере перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением, мы с вами сейчас рассмотрим. Дело в том, что в случае, если работник отказывается от перевода на другую работу, в этом случае, в связи с медицинским заключением, или у нас нет в работе, нам нечего ему предложить, мы должны что сделать с этим работником? Уволить. Уволить. Казнить нельзя помиловать. Давайте не будем торопиться. Мы сначала посмотрим внимательно на медицинское заключение, на какой срок оно у него. Значит, мы берем медицинское заключение, изучаем его. И согласно 73-й статье, в случае, если медицинское заключение выдано на срок до 4 месяцев, мы должны отстранить работника от работы и не начислять его заработную плату. Если на срок более 4 месяцев или на постоянную работу, то в этом случае мы можем прекратить. Да, в этом случае мы можем уволить работника по пункту 8, части 1, статьи 77, и при этом выплачиваем выходное посудие. Но сначала смотрим срок. Ну, а дальше процедура. Допустим, на срок до 4 месяцев. Перевод. У нас сейчас интересует умольнение. Перевод. Работник пишет заявление, переводим другую работу. Прикладывает к нему медицинское заключение. Мы также анализируем недостающие документы, то есть, хватает ли его квалификации для выполнения данной работы. Ознакомим работника под роспись с локальными нормативными актами, с которыми он не ознакомлен. Заключаем соглашение к трудовому договору в письменной форме, где пишем, что это перевод временный, указываем срок или событие. Издаем приказ о временном переводе в другую работу. И вносим в таблию учета рабочего времени. Обратите внимание, временный перевод в трудовую книжку и в личную карточку Т2 не вносится. Четвертый вопрос. Теперь мы знаем, что такое перевод, какие виды переводов бывают, процедура. Теперь давайте разбираться, в чем же разница между переводом и перемещением. Давайте попробуем на примере разобрать. Посмотрите, пожалуйста, на экран и скажите, является ли данная ситуация переводом и почему. Пока про перемещение мы ничего не знаем, ничего не говорим. Мы просто вспомним, что такое перевод. У нас есть кассир. Мы ему предлагаем ОТИЗ. Как расшифровывается ОТИЗ? Отдел труда и заработной платы. Верно. Отдел труда и заработной платы. Бухгалтером с увеличением заработной платы. Будет ли это являться переводом? Будет. Будет являться переводом. Почему? Изменяется трудовая функция. Конечно, изменяется трудовая функция. Был кассир, стал бухгалтер. Все, больше нам ничего не нужно. Вторая ситуация. У нас есть кассир. Мы ему тоже самое предлагаем. Тоже ОТИЗ, тоже бухгалтером. Но заработная плата не изменяется. Будет ли это являться переводом? Нет. Почему не будет являться? Трудовая функция остается. Трудовая функция остается. А что такое перевод? Вот. И тут мы задумались. Поскольку перевод является изменением трудовой функции и или структурного подразделения, у нас не хватает информации для того, чтобы сказать, перевод это или нет. Потому что мы не знаем, меняется структурное подразделение или нет. Есть случаи, у нас есть там ОТИЗ и здесь ОТИЗ. Здесь кассир. Мы его переводим в ОТИЗ. А тут бухгалтер в ОТИЗ. Мы не знаем, где работает бухгалтер. Что написано в тот договоре? Возможно, он работает в финансовом отделе или в бухгалтере, или в каком-то другом структурном подразделении. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить, что написано в трудовом договоре бухгалтера. Ну и логически переходим к пятому вопросу. Как оформить процедуру перемещения работника? Согласно статье 72 с индексом 1, части 3, мы читаем, что не требует согласия работника перемещения. Вот впервые встречается этот термин перемещения. Его у того же работодателя. Если перевод работника к другому работодателю возможен, даже через увольнение, через прекращение туда перемещения, то перемещение всегда только у того же работодателя. Итак, на другое рабочее место. Возможно, это просто другое рабочее место у нее было. Потому что нам ничего не сказано о том, где она работала, бухгалтер. Просто она перемещается на другое рабочее место. В другое структурное подразделение, та же самая история, расположенная в той же местности. Поручение ему работы на другом механизме или агрегате, например, другой станок. И самое главное дальше. Если это не влечет за собой изменение определенных сторонами условий туда вот и какого. Итак, основная разница между переводом и перемещением заключается в том, что перевод влечет за собой изменение условий туда вот и какогора, а перемещения нет. То есть, если нам не надо ничего менять, никаких соглашений прописано, значит, это, скорее всего, будет перемещение. Это какой статья? 72 с индексом 1. Часть третья. Порядок перемещения работника. Об этом также в законодательстве практически ничего не сказано. Давайте вместе разбираться. Как правильно это сделать? Первое. Работник, конечно же, должен получить уведомление от работодателя, потому что иначе он не будет знать, где ему работать сегодня, да? Или на каком агрегате станке. Уведомление может быть в письменной форме, может быть в русской. Это не имеет значение. Главное, чтобы донести до работника. Ничего не сказано. Вот все, что сказано про перемещение, я вам прочитала. Это вся информация, к сожалению. В случае, если работник не может работать, в части четвертой, статей 70-20, и максимум 1, сказано, что тогда требуется его согласие. Вот он приносит справку и говорит, я не могу работать, потому что там под нами помещение, а мне нужен свет. Или там сквозняки, а я не могу. Или этот автомобиль, иномарка, и меня в нем укачивают, потому что мягкая подвеска, а я могу работать только на отечественных автомобилях. Вот если он принесет справку, что по состоянию здоровья он не может быть перемещен, в этом случае мы не имеем права, конечно, этого делать. Обратите внимание, что здесь никаких категорий тоже не выделено. Ни беременных женщин, ни лиц, не достигших возраста 18 лет, никаких ограничений здесь нет. Далее, приказ. Приказ тоже не является обязательным, но если мы его будем издавать, то инфицированной формы нет, есть произвольная форма приказа. И сведения о перемещении ни в трудовую книжку, ни в личную карточку Т2 не вносится. Ну, а мы сейчас переходим к ответам на вопросы, но перед тем, как ответить на ваши вопросы, я бы хотела задать вам вопросы и понять, насколько вы овладели этой темой. Напоминаю, что мы с вами обсудили следующие вопросы. Мы выяснили, что такое перевод. Работник на другой работе, какие виды перевода бывают, как оформить процедуру перевода, в чем разница между переводом и перемещением, как оформить процедуру перемещения. И, собственно, хотелось бы проверить наши знания. Помните, здесь у нас появляется вопрос, варианты ответа, и мы выбираем правильный вариант ответа. Вопрос первый. Что является переводом? Варианты. Я попрошу наших юридористов тоже дать свой ответ. Как вы думаете, какой правильный вариант? Первый и два. Поняла. Ну, вот пока наш юридорист. А, вот, пошли наши ответы. Хорошо. Первый, второй, первый, второй. Ирина считает, что все три. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Ну, давайте разбираться. Что такое перевод? Это изменение трудовой функции и или структурного подразделения, если оно указано в трудовом договоре. Изменение оклада работника не является переводом, потому что при переводе оклад может и не изменяться. Это просто условие трудового договора. Оклад может меняться еще, например, если компания под удобный заклад, она обязана ежегодно индексировать. Индексировать, да, абсолютно верно. Может быть, индексация, повышение. Изменение штанов списания. Изменение штанов списания. А может быть, изменение системы, оплату труда, разделение на постоянные перемены и так далее. Поэтому третий ответ не является переводом. Следующий вопрос. Какие виды переводов осуществляются через увольнение работника? Варианты. Так, наши слушатели выбрали ответ. Светлана выбрала четвертый ответ. Перевод к другому работодателю. Аделя, Елена, все выбрали четвертый ответ. Какие вы молодцы. И Ирина тоже выбрала четвертый ответ. И Ольга. Все, супер. Ну, что мне остается? Погубайте секунду. Конечно, правильный ответ. Перевод к другому работодателю. Следующий вопрос. Перевод работника на другую работу производится. Погубайте секунду. Спасибо, что вы молодец. Ирина. Ирина вообще работа. Очень слушатели ответили. Вам проще. Вебинаристам еще надо написать. Наши вебинаристы. Елена, Аделя и Светлана выбрали. Ирина, и Марина, и Татьяна. Все выбрали третий вариант. Да. Только с писем согласия работника. Согласна. Четвертое. Перемещение. Это вариант ответа. Давайте посмотрим, что мы написали нашими вебинаристами. Так. Ирина выбрала первый вариант. Елена выбрала второй и третий вариант. Светлана только второй. Аделя выбрала второй и третий. Марина второй и третий. Ирина пишет, что это ошибка. Выбирает второй вариант. Ну, давайте разбираться. Временное или постоянное изменение трудовой функции. Это что? Перевод. Это перевод. Другой работ. Конечно. Трудовая функция меняется? Меняется. Помните, мы говорили, что. Перемещение и перевод отличается тем, что при перемещении ничего не изменяется. В данном договоре условия остаются прежними. Изменение рабочего места без изменения условий трудового договора. Или поручение работы на другой механизме и адрикатике без изменения условий трудового договора. Правильный ответ второй и третий. Да, спасибо. Перепутала. Следующий вопрос. Требуется ли согласие работника в случае перемещения? Так, Марина выбрала второй ответ. Нет. Ирина тоже. Второй ответ выбрал. Татьяна второй. Елена второй. Ну, то есть Ольга второй выбрала. Так, Ирина. Ирина пишет, если нет документов в состоянии здоровья. Правильно. Если это не противопоказано в состоянии здоровья. Ну, предположим, не противопоказано. Значит, какой правильный ответ? Нет. Нет, не требуется. Абсолютно верно. Ну что ж, вы молодцы. Вы ответили правильно все вопросы. Я еще раз напоминаю, что мы вас ждем на любые из наших курсов. Документы об окончании, которые вы сможете получить. Это удостоверение о повышении квалификации или документы о профессиональной преподготовке. Пожалуйста, мой адрес на экране. Если у вас возникают какие-то вопросы или пожелания, можете обращаться. Всем большое спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok